Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестирую уже больше 20 лет. Инвестиционный портфель превысил 20 миллионов рублей. И его можно увидеть на канале по субботу. Совсем недавно я купил акцию американского банка JP Morgan Chase. Это крупнейший банк. Я рассказывал об этом как раз таки в субботу в обзоре своего инвестиционного портфеля. Предварительно я естественно изучал конкурентов и всю отрасль. Кроме того, у меня в портфеле сейчас явный перевес активов из финансового сектора. Очень много Сбербанка. Есть ВТБ, Wells Fargo, Invesco, Bank of America, JP Morgan и небольшие региональные американские банки. Но вопрос диверсификации моих активов не тема этого видео. Так что за тенденциями финансовой банковской индустрии я слежу. И сегодня поделюсь с вами некоторыми наблюдениями по текущей ситуации и перспективам данного сектора. Это будет не подробный прям обзор, а просто некоторые соображения и тенденции, которые мне показались интересными. Итак, не переключайтесь и вы узнаете, почему падает прибыль банков. Что спасает банки во время текущего кризиса и почему сейчас брать ипотеку очень опасно. Материал будет даваться в перемешку и по американским, и по российским банкам. Поехали. Результаты второго квартала выросли резервы по потерям по займам, снизились потребительские расходы и только прибыль от торговых операций помогает некоторым банкам пережить текущие проблемы. Эксперт Кайл Сандерс сказал, сейчас появились данные за три месяца пандемии. Второй квартал, вероятно, был худшим для банковских доходов. Конец цитаты. Резкий рост безработицы не позволяет многим потребителям погазить свои текущие долги или взять новые займы, вынуждая банки выделять больше средств на покрытие проблемных кредитов и ограничивая их чистый процентный доход. Все это, конечно же, распространяется и на российские банки. Я, опять же, в субботних видео рассказывал, как сильно упали чистые прибыли в Сбербанке и ВТБ с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение прибыли на десятки процентов там было зафиксировано. Отчасти это происходит из-за роста резервов на покрытие проблемных кредитов, которых я сказал чуть выше. Если вернуться к американским банкам, то предлагаю посмотреть следующий график. На графике вы видите, какие резервы закладывают банки на случай потери кредитных денег. Данные по кварталам. Голубой цвет – это как раз-таки второй квартал. Рост очевиден. Повторюсь, это влияет на показатели чистой прибыли кредитных организаций. В то же время сборы за обслуживание комиссии по кредитным картам были гораздо меньше, так как люди совершали меньше покупок в период самоизоляции и санитарных ограничений. Тем не менее, вот в частности, по российским банкам созданных уже резервов может и не хватить. Глава счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой капитала и необходимостью докапитализации. Он сказал, объем недосозданных резервов сравнялся с величиной избыточного капитала в банковской сфере. Это не критический момент, но этот риск растет. Он также пояснил, что с начала текущего года качество кредитного портреля российских банков снизилось. И наряду со снижением прибыли и ликвидности, это представляет собой фактор риска для российского финансового сектора. Итак, что же спасает банки сейчас? Точнее, откуда берется прибыль, кроме традиционных и основных услуг кредитования? По оценкам экспертов, общий доход от торговли акциями и облигациями в пяти крупнейших американских банках за текущий второй квартал вырос более чем на 30%, по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Причем JP Morgan Chase показал самый большой рост. Ну, в общем-то, это видно на графике. Что же еще вытаскивают банки? Ну, вот, кстати, если вам нравится видео, то ставьте лайк, пишите комментарии, ведь именно эти ваши действия продвигают и этот ролик, и канал по алгоритмам Ютуба. Ну, и по ходу вот этих вот как раз-таки действий подписаться можно заодно. Так вот, ипотека помогает банкам держаться на плаву. Именно ипотека должна стать спасительным кругом для банков во втором квартале и далее. Это утверждение справедливо и для американских, и для российских банков, и других, конечно же, тоже. По данным Ассоциации ипотечных банкиров, активность рефинансирования в США почти удвоилась по сравнению с прошлым годом. Средняя ставка по 30-летней ипотеке упала до 3% годовых. Нам бы так. В России ипотечную ставку тоже снижают. Все знают о льготной ипотеке, да и обычная снижается постепенно вслед за ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации. Это поддержка и для банков, и для строительной отрасли. Так что, если вы собираетесь брать ипотеку, то вы будете спасать банковский сектор и застройщиков. Вытаскивать их из проблем. И 10 раз подумайте, готовы ли вы сейчас тянуть эту лямку в этих сложных условиях. Уверены ли вы в регулярности своего дохода и в том, что он не упадет в сложные для страны времена. Думаю, что не зря сейчас идет такое тотальное приглашение в ипотеку. Текущие финансовые проблемы опять хотят решить за счет населения. Ну а если ипотека вам действительно нужна, то пожелаю вам скорейшие выплаты. Удачи! А на сегодня это все. Пожелаю вам удачных опять же инвестиций. Всем здоровья, большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.